Уроки истории и безопасности прошли сегодня в музее пожарной охраны. Кадетам МЧС рассказали о трудовых и боевых буднях пожарных, героях России и, конечно, о действиях, которые нужно предпринимать в случае ЧС. Допустим, задымился чайник, розетка. Чего нельзя делать? Заливать водой. Правильно, потому что все, что находится под напряжением, и вы будете заливать водой, что может быть? Удар, удар током. Да, результат будет удар током. Основной задачей нашей встречи было поговорить о безопасности, в частности, о пожарной безопасности. В нашей беседе с ребятами мы поговорили о требованиях правил пожарной безопасности в Российской Федерации, также вспомнили действия в случае пожара, поговорили о первичных средствах пожаротушения и их использовании в случае чрезвычайной ситуации. Наглядно показали, как работает техника пожаротушения в случае возгорания. Вот на примере у нас на сцене произошел пожар, посмотрите. Значит, вот первая система показывает противопожарная стена весом 2 тонны, негорючая, опускается, значит, и закрывает у нас портал сцены. Подростки с любопытством рассматривали экспонаты музея и задавали много вопросов. Теперь они знают, что МЧС – это не только огнеборцы на пожарной машине. Запомнилось многое, узнала о героях в МЧС-сфере, узнала, возможно, о технике безопасности, узнала о профессиях новых, дознаватель и так далее. Я думаю, что людям младше меня и старше меня очень будет интересно послушать, посмотреть. Сказали пожарные системы, сигнализации, система полива воды. Подобные экскурсии в Музее пожарной охраны проводятся на постоянной основе не только для кадетов МЧС, но и для учеников обычных средних школ. Юлия Пермякова, Новости дня. Юлия Пермякова, Новости дня.